Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Знакомиться с их биографией Бернард Т. Д. Монвей. Французский художник, скульптор, гравер, иллюстратор моды, оформитель интерьера. Хотя сначала был известен своими афортами, известность ему принесли его картины. Особенно геометрические рисунки 1900-х годов и марокканские картины, созданные во время Первой мировой войны. Как в Европе, так и в Соединенных Штатах, где он часто путешествовал, он также стал известен как художник-портретист для клиентов из высшего общества. Родился в Париже в семье художника и детского иллюстратора. Его брат Роже стал известным писателем. В 16 лет поставил перед собой цель стать художником. Учился у Люка Оливье Мерсоне и Жанна Дем. В 1898-м американский художник Луи Маклилан Поттер познакомил его с афортом и вскоре освоил эту технику. Бутеде Манвель зарятоточился на цветном афорте, используя метод повторной печати, который требовал отдельной пластины для каждого цвета. Создал работы, прославляющие жители Немура и берегов Луа. Использовал сельскую местность, окружающую Немур, в качестве сюжета. Одновременно работал над масляной живописью, особенно портретами, которые он начал выставлять в Национальном обществе изящных искусств в 1903 году. Впоследствии начал посылать работы в осенний салон, а также в салон независимого. В 1907-м начал регулярно отправлять свою работу на выставки в Соединенные Штаты. Институт Корнеги ранней картины художника были написаны яркими пигментами и сильными синими тенями. В 1904-м году после экскурсии во Флоренцию он внезапно перешел к стилю пуантилизм. Цвет на картинах стал более ярким, а перспектива исчезла. В 1909-м Утеде Манвель выставил в галерее Девамбес картинный манифест под названием «Эскиз». Портрет выполнен с использованием только линейки и циркуля. Это геометрическое видение Денди вызвало критическое осуждение и насмешки над ним, как над прямолинейной живой. Тем не менее, оно заложило основу его первеного стиля и могло проложить путь к более позднему стилю, известному как арт-деко. Работая с утонченной геометрической линейностью, он сократил свою палитру до черного и несколько серых земляных тонов, обработанных как плоские оттенки. Он склонялся к рисованию под низким углом перспективы, чтобы подчеркнуть монументальность своих объектов. По финансовым соображениям создавал иллюстрации, особенно модные рисунки для журнала. Среди тех, с кем он тесно сотрудничал, были модельер Поль Пуаре, который рано стал поклонником его таланта, и иллюстратор Жорж Барби. Я цитирую Википедию. В 1914 году началась война, и художник был призван в резерв. Он был ранен во время битвы на Марне. После краткого выздоровления присоединился к 4-й бомбардирской группе в качестве бомбардира. Затем присоединился к новой эскадрилье. В сентябре 1916 года он и его пилот совершили перелеты с Солоник в Бухарест. После нескольких авиакатастроф Бутеде Монвейль покинул Македонию в июне 1917 года с наградой почетного легиона и пятью благодарность. По просьбе генерала Лиоти, он впервые с момента объявления войны снова начал рисовать. Продолжая свой прямолинейный стиль, он рисовал город Фес и его жителей в любое время суток. За полтора года до того, как его демобилизовали в марте 1919, он создал уникальное и мощное видение Марокко, строгость которого делали его далеким от ориенталистских клише. Его марокканские картины и барельефы, которые Бутеде Монвейль всегда считал своими лучшими работами, были выставлены в 1125 году в галерее Анри Барбанзажа. Вступительный текст заканчивался следующими словами. В Марокко Бутеде Монвейль запечатлел на бумаге облик дня и вечности как раз в тот момент, когда этот глубокий элемент находится под угрозой исчезновения. Вернулся в Париж, снова занялся своей карьерой художника, особенно в качестве портретиста, спортсменов и дэнь. Иллюстрировал книги, присоединился к дизайнерской фирме La Compagnie Art Franciase. Среди проектов интерьера, в котором он участвовал, были парижские отели. Жан-Пату, вилла-актриса Джейн Ренуар, столовая миссис Эделин Жа. В 1127 выставка его картин в художественном музее Балтимор. В 1129 он написал серию городских пейзажей Нью-Йорка, с помощью которых пытался передать бесчеловечную современность строящегося города с помощью смеси абстракции и фотографического реализма. Вернулся в Париж, когда была объявлена Вторая мировая война. Решил не покидать Францию. Его главной работой во время войны была серия статей о бугенистах на набережной Сен. В 1147 году галерея Кнедлера организовала ретроспективную работу. Вот Эдемон Вель вернулся к привычке путешествовать в Соединенные Штаты, чтобы писать портрет. В одной из таких поездок между Парижем и Нью-Йорком в 1149 году он погиб, когда его самолет разбился на острове Сан-Мигель на Азорских островах. Ну вот так вкратце о французском художнике, скульпторе, гравюре, иллюстраторе моды и оформителе интерьеров Бернард Эдемон Вель. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok